Дискретизация первой производной по времени И второй производной по пространству по каждому направлению своей дискретизации По х и по у Ну и самое последнее, слагаемое в этом уравнении Это источниковый член в правой части, который соответствует дифференциальной задаче Постановка дополняется одним начальным условием И четырьмя граничными условиями на всех участках нашего прямоугольника На всех границах нашего прямоугольника Далее, мы это уравнение немного преобразуем Группируем все слагаемые, которые есть перед коэффициентами неизвестных Перед у m плюс 1k у нас будет минус σx Симметричное слагаемое будет в конце уравнения Ну и таким образом мы собираем коэффициенты и при индексах k плюс минус 1 И при основном индексе mk, который у нас впоследствии окажется на диагонали матрицы Все известные слагаемые, которые у нас есть Это единственная точка явной схемы на предыдущем слое по времени И источниковые слагаемые у нас попадают в правую часть уравнения Далее, для некоторого упрощения, мы переобозначаем коэффициенты при неизвестных компонентах функции Следующим образом, на диагональ помещается коэффициент а Ну и далее, соответственно, слева и справа от диагонали это коэффициенты c и b Чуть-чуть подальше g и f И коэффициент известных, находящихся в правой части уравнения, это коэффициент d Далее мы должны пронумеровать узлы в нашей области Если расчетная сетка введена, то это выглядит примерно так У нас есть какой-то шаг дискретизации в направлении y, которому соответствует индекс m И в направлении x, которому соответствует индекс k Поскольку мы получаем матрицу при решении этой задачи Мы должны определиться, каким образом будет выглядеть вектор для этой матрицы Для этого мы должны сделать сквозную нумерацию всех этих точек, которые входят в нашу задачу Делать ее можно разными способами Сегодня мы с вами рассмотрим вот такой То есть мы нумеруем последовательно узлы по вертикали Первый, второй, третий, четвертый После того, как максимум достигнут, мы переходим на следующий вертикаль И нумеруем последовательно узлы Таким образом, значение индекса i, который будет соответствовать вектору, вычисляется как m То есть текущее значение индекса плюс k минус 1 То есть текущее значение другого индекса умножить на m Большое, где m большое – это количество узлов в направлении m маленькое То есть вектор неизвестных у нас выглядит вот таким образом Из нашего двухмерного поля собранный Ну и, соответственно, все векторы неизвестных – это все значения, которые у нас встретились Упорядоченные таким образом Но как же будет выглядеть матрица этой системы? Разностное уравнение с обозначенными коэффициентами представлено на слайде Индекс перенумеровывается таким способом То есть у нас разностное уравнение, которое является строчкой матрицы, будет выглядеть вот так Это значит, что кроме граничных условий все строчки выглядят таким образом И матрица системы содержит пять ненулевых диагоналей Каждая из которых соответствует своему компоненту вот в представленном уравнении Синим, я повторюсь, обозначены сами ненулевые диагонали То есть диагонали, содержащие ненулевые элементы Там, где пропуски, это просто нулевые элементы, которые не фигурируют в уравнении Вот здесь нетрудно видеть, что центральный индекс и, слева и справа от него и плюс-минус один И дальше на некотором расстоянии, ну, такое расстояние получилось из-за перенумерации узлов У нас получаются еще две диагонали Как решить систему с такой матрицей? К сожалению, таких методов, как прогонка, для этого случая уже не существует И поэтому нужно рассматривать методы общего вида И вот самый первый из них – это метод простых итераций Итак, мы рассматриваем систему линейных уравнений Ау равная f А – это квадратная матрица n на n У – это вектор неизвестных, у которого размерность 1 на n f – столбец правых частей, в которой тоже размерности 1 на n Мы в наших постановках рассматриваем такой вариант, когда решение существует и единственное Далее, как получается из этой формулы метод простых итераций? Мы умножаем наше уравнение слева и справа на некоторую скалярную величину тау Далее к левой и правой частям уравнений мы прибавляем вектор неизвестных u И немного перегруппировываем слагаемые, оставляя одно u в левой части А все, что осталось кроме этого u в правой части Таким образом и получается метод простых итераций Далее мы ставим индексы Тому неизвестному, которое находится слева, ставим индекс n плюс 1 Это значение на следующей итерации А всему, что находится справа, то есть одному u неизвестному, ставим индекс n Это значение на предыдущей итерации Таким образом строится итерационный процесс В этом итерационном процессе тау – это некоторый итерационный параметр И также принято вводить обозначение. Некоторая матрица B — это матрица послойного перехода между двумя слоями n и n плюс первым. И вот возникает вопрос, а всегда ли такой метод будет работать? Всегда ли можно вот так представить и итерационным способом получить решение? Давайте с вами разберемся, как ведет себя ошибка между итерациями и вообще сходится такой процесс или нет. Для этого давайте рассмотрим, как ведет себя ошибка при переходе с n итерации на n плюс первую. Для этого рассматриваем метод простых итераций. Пусть u со звездочкой — это точное решение, тогда для него наше уравнение превращается в тождество. И наш итерационный процесс сам по себе тоже превращается в тождество. Таким образом мы можем обозначить итерационный процесс, который записан для точного решения через 2 и вычесть выражение для точного решения и приближенного решения, получаемого между итерациями. Из первого вычитаем второе и получаем, что у n плюс первая минус u со звездочкой равно b, то есть матрица послойного перехода на у nt минус u со звездочкой. Слагаемые тауэв одинаковые в обоих уравнениях, они у нас сократятся. А здесь получается интересное выражение. Что такое у n плюс первая минус u со звездочкой? По сути, это решение, которое получается на n плюс первой итерации минус точное решение. То есть это ошибка, которая получается на n плюс первой итерации. Эта ошибка связана с ошибкой на n-т итерации. Таким образом мы можем получить выражение для ошибки при послойном переходе. То есть дельта n плюс первая — это матрица b умножить на дельта nt. Давайте посмотрим, что нам это дает. Если мы оценим это выражение по норме, мы помним, что в этом случае, если мы норму b на дельта заменяем произведением этих норм, у нас здесь получается неравенство. И мы можем оценить ошибку на n плюс первом шаге как норму матрицы перехода на норму ошибки на n-том шаге. Ну а если есть такое неравенство, которое связывает n плюс первой слоей n, то мы можем связать n-т и n-т и n-т. И пройти далее и связать n плюс первой, находящейся вот здесь, и дельта нулевое — это ошибка начального приближения в начале итерационного процесса. Таким образом, получается, что для того, чтобы метод простых итераций сходился, необходимо, чтобы выполнялась норма матрицы b меньше либо равна единице. Это очень логичное условие. Если норма матрицы b меньше либо равна единице, то независимо от того, каким бы неправильным было начальное приближение, у нас все равно некоторое число, которое на каждой итерации, по сути, возводится в степень, являющаяся меньше единицы, ну то есть это степень с основанием меньше единицы, она стремится к нулю, при n стремящемся к бесконечности. То есть рано или поздно, в зависимости от плохости начального приближения, мы так или иначе придем к решению. В этом случае величина, ограничивающая норму матрицы b, часто обозначается через q и называется скоростью сходимости метода простых итераций. Давайте оценим число итераций, которое требуется для прекращения метода простых итераций. Для этого можно пользоваться, например, условием прекращения итераций, где норма дельта энтова меньше либо равна епсилон. В этой записи епсилон – это некоторая заданная точность. То есть это означает, что после прохождения n итераций мы достигли некоторой точности решения, которая является вполне приемлемой, и итерации могут быть остановлены. Давайте с вами попытаемся, используя это выражение, оценить, чему же равно n. Для этого оценим погрешность нулевого приближения. Для этой оценки нам потребуется некоторая величина rn, которая называется невязкой. Если мы подставляем в наше уравнение решение, получаемое на n-т итерации, то мы не получим с вами правой части, а получим некоторую величину, которую и обозначают невязкой. Для нулевого приближения ничего не отличается. r нулевое – это ау нулевое минус f. Однако для точного решения вектор невязок зануляется, поскольку точное решение в точности дает правую часть. Давайте вычтем в этих уравнениях одно из другого, и мы получаем, что невязка на нулевом шаге может быть выражена через u0 минус u со звездочкой. То есть это, по сути, через погрешность нулевого приближения. Ну и видно, что это выражение – это матрица А, умноженная на погрешность этого нулевого приближения. Если мы перейдем к нормам, то мы получаем, что норма невязки на нулевом приближении меньше либо равна норме матрицы А умножить на норму погрешности нулевого приближения. Таким образом, мы получаем, что, пройдя вот этот путь через n шагов, мы видим, что наша погрешность на n-т итерации меньше либо равна, чем норма матрицы B в степени n умножить на норму погрешности нулевого приближения. Или, иными словами, дельта nt мы заменяем через ε, b в степени n мы заменяем через скорость сходимости, ту константу, которая ограничивает эту матрицу. А дельта нулевое мы заменяем через формулу, полученную на предыдущем слайде, что r0 – это a на дельта 0. То есть получается вот такое выражение. В этом выражении все величины известны, и норму матрицы b мы можем оценить. И погрешность начального приближения известна. Величина r0 просто вычисляется путем подстановки нулевого приближения в наше уравнение, как и вычисляется норма матрицы А. Таким образом, единственная неизвестная величина здесь n числа итераций может быть просто выражена из этой формулы следующим образом, что мы переносим все, кроме q, в левую часть уравнения и логарифмируем это выражение. Получается, что n число итераций должно быть больше либо равно, чем логарифм ε, норма А, деленная на норму r0, деленная на логарифм скорости исходимости. Вот это и есть оценка числа итераций в методе простых итераций. Давайте пойдем дальше. В общем случае метод простых итераций записывается так. Можно раскрыть скобки в этом выражении, перенести одно у nt в левую часть, разделить все выражение на tau, тогда получится вот такая запись. И в самом общем виде перед вот этой дробью в итерационных методах, не только в методе простых итераций, а вообще во всех, тоже ставится некоторая матрица B. В таком случае эта запись называется канонической формой записи двухслойных схем. В методе простых итераций просто матрица B у нас равна единичной матрице. Ну а так тут то же самое. Давайте с вами посмотрим теперь, для какого значения параметра tau метод простых итераций будет сходиться быстрее всего. На данном слайде все выкладки выполняются для самосопряженной матрицы А, для несамосопряженной выкладок не будет. Самосопряженную матрицу на самом деле получить довольно легко. Если у нас система не с подходящей матрицей, мы слева умножаем на А со звездочкой все наше уравнение, и получается, что матрица новой системы А со звездочкой А является самосопряженной. Итак, матрица B по тому определению, по которому мы вводили, это норма единицы минус tau А. Мы с вами вспоминаем, что если мы рассматриваем третью норму для случая самосопряженной матрицы, это максимум собственного значения матрицы B. При этом вспоминаем, что в этом случае собственные значения матрицы B и матрицы А связаны с следующим выражением. 1 минус tau лямбда А равно лямбда Б. Пользуясь этим, подставляем это выражение в наше уравнение и получаем, что максимум по лямбда модуля единица минус tau лямбда А должно быть минимизировано по tau. То есть мы должны найти такое tau, при котором норма этой матрицы B будет минимальной. В этом случае мы рассматриваем крайние значения. То есть для максимального собственного значения и минимального. И смотрим, чтобы 1 минус tau лямбда А максимальная равнялась 1 минус tau лямбда А минимальная по модулю. Раскрываем модуль в этом выражении и получаем 1 минус tau лямбда А максимальная равно минус 1 плюс tau лямбда А минимальная. И из этого следует выражение для оптимального итерационного параметра. То есть оптимальный итерационный параметр, минимизирующий норму матрицы B, это 2 деленное на лямбда Макс плюс лямбда Мин. Графически это решение можно представить вот в таком виде. Если по оси Y, по вертикальной оси, мы откладываем норму 1 минус tau лямбда А, а по горизонтальной оси откладываем значение итерационного параметра tau, то у нас получается, что 1 минус tau лямбда А это график просто модуля, который обращается в 0 в точке 1 деленное на лямбда А максимальная. Ну и такое действует для всех собственных чисел на самом деле. Здесь будут графики, уходящие постепенно до 1 деленное на лямбда А минимальная. Ну а оптимальное значение итерационного параметра – это решение задачи мин Макс, то есть это пересечение этих кривых. Тау оптимальная – это 2 деленное на лямбда Максимальная плюс лямбда Минимальная. Спасибо за внимание. Продолжение следует...